Всем привет! Сегодня у нас 29 июля. Начинает поспевать такой инжирный нектарин концитина. Урожай у него тоже как его доната на высоте. Можете видеть как он завязан, какую нагрузку держит урожаем. Плоды крупные тоже. Чуть-чуть уступает в цвете плодов в окраске по сравнению с донатом и чуть-чуть меньше по вкусу у него пряностей. Не такой душистый как донат. А так в целом нектарин тоже суперовый. Тоже вкусный, очень сладкий, с белой мякотью. Вот такой вот сорт. Сейчас его надо будет сорвать, попробовать. Сейчас я обойду со всех сторон его покажу. Вот он висит. Какие плоды. то есть на солнышке вот уже такие вообще красненькие. То есть он уже пробуешь мягенький уже поспел. Вот и внизу тоже как бы висят они. То есть плоды есть. Загружен он очень хорошо. дерево тоже. Пять лет, как и до нату. Вот так он до самой земли висят. Такие красивые воды. куча урожая, куча плодов. Видно, что не 5-10 штук висит, а висит и очень много. Тоже запах хороший, слышно от него. Аромат идет. Такой интересный сорт. Кое-то тоже начал подгнивать. Я вижу плодов 5. В этой массе плодов. Так вот он. Тоже какие хорошие висят. Красивые. Рост у него тоже сильный. Вот видно, вот это однолетний прирост. Он пошел хрен-знакуда. Обрезанный тоже вот по уровню глаз. Последние были обрезаны. Но все равно идет растет очень сильно. Вот плод гнил. Гнил плод. Один еще там пару штук видел. Вот такая у него тоже хорошая. Хорошая урожайность. Вот она. Вот такая урожайность. Сейчас сорвем, сважем. Держится как посмотреть. Такой у него. Мягкий. Ого. Надо прокручивать тоже. Одной рукой. Блин, фиксер верш. Вот такие вот плоды. Сорт канцетина. Так, сейчас я нарву. Тарелку-то сважим. Так, нарвал я канцетины. Вот такие вот у него красивые плоды. Сейчас будем вважать их, смотреть. И вот сорвал последний повод остался нектарин донат. Вот донат. Какая у него краска. Какая краска вот в среднем у канцетины. Вот они отличаются очень сильно по окраске. Канцетина не добирает того цвета. По размеру в принципе плюс-минус одинаковые по форме. Вот донат и канцетина. Ну вот есть более окрашенный. Концетина. Все равно донат ярче. Он такой красноватый прям идет. Так, это для сравнения. Так, сейчас сважим. Попробую. Какого он размера. 133 грамма. Так, буду вот так вот вложить их. 134. 109. 109 грамм. 124. Вес хороший при такой нагрузке. Вес 120-130 грамм. Это классно. 120 грамм. Почти все. Вес отличный. По 100 грамм есть. В том году были чуть-чуть поменьше. Они были до 100 грамм. И нагрузка была меньше. Дерево окрепло. И начали плоды быть крупнее. Так, вот такой вот размер у них. Сейчас разрежем мякоть. Посмотрим какая мякоть у него. Так, вот я разрезал. Сразу же разрезал нектарин донат. Сравнить мякоть. Вот получается донат. Темный. То есть у него мякоть такая же самая, как у Концетины по цвету. Абсолютно не отличается. Вот он, донат. Косточка свободная. Вот как у доната, как у Концетины. Вот он отделяется отлично. Полностью сочный. Очень сочный сорт. Сейчас попробуем на вкус. Такая вот мякоть у него. Одного шоу другого сорта. Вот это Концетина. Видно, что она и плотная, и в то же время сочная. Попробуем. Мед. Просто мед. Очень сладкий нектарин. Концетина. Ну, сейчас донат. Все равно. Он должен ароматнее быть намного. Чуть-чуть больше аромат у него. Насчет о том, или он переспел. У доната мякоть чуть-чуть кажется волокнистая. А у Концетины не. А ну еще раз попробуем. Наверное, переспевший под вот это. Шумяка такая. Чуть-чуть как с волокнами проглядывается. Так. Так что-то я донат. Вот это вот Концетина. Вот такой сорт. Короче, Концетина тоже очень сладкий, как и донат. Честно говоря, в этом году у него аромат неплохой, хороший. Не могу сказать, что он намного хуже доната. Наверное, он все-таки уступает в цвете плодов кожицы доната. По вкусу. Что тот, что тот. Офигенный сорт. Что-то мне казалось, что донат намного ароматнее. Только пробую, что тоже аромат у него хороший. Может быть, я не выспившую воды тогда пробовал на Концетине. Но вот полностью мягенький, спелый аромат тоже. Единственное, что окраска водов такая. То есть за пять лет он тоже не подмерзал у меня. Отлично себя показывал. Как бы претензий к нему нету. Хороший промышленный сорт. Поспевает где-то на десять дней позже от доната. То есть сейчас двадцать девятого доната я снимал, если не ошибаюсь, восемнадцатого или девятнадцатого июля. То есть вот такой тоже красивый, шикарный, нарядный сорт. С хорошим весом. Плодоносит в виде реках. Очень интенсивно. Я его нормировал немного. То есть без нормировки он вообще был бы весь как виноград. Как облепиха улепленный. То есть вот такой хороший сорт. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Будем снимать много других видео. Кому нужны череночки этого сорта, звоните. Черенки есть, вышлю. Новая почта Эдлин Таймом. Но так как бы все по сорту. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...